Дарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу самую свежую и самую новую информацию про обновление 0.20. Поэтому прямо до секунды, если ты ждёшь обновления, прожми огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ну что же, дамы и господа, вы готовы? Я уже вам хочу всё рассказать. Пожалуйста, ребята, с вас подписочка, чики-бомбони, поехали! Почему же я вообще решил сменять подобное видео? Потому что, ребята, прямо сегодня произошло нечто необычное, нечто экстренное. Разработчики в плеймаркете поменяли аватарочку. Просто посмотрите на вот это. Это означает то, что обновление уже прям очень-очень близко, так же самое близко, как килл этого типа. И как мы видим по обновлённой иконке, то же тут есть обновлённая текстура персонажа. Это означает то, что будет новая карта, новые персонажи, новые голдпасики, и всё будет новое. Ну а теперь давайте более детально осмотрим, что же тут с аватаркой не так. Так, первое, что я вижу, то что тут какая-то новая графика, такого раньше стендоффа не было, тут нет никакой стилистики вообще стендоффа, просто новая графика. Такое ощущение, как будто я играю в Fortnite. Это первое, что я заметил. И второе, что я заметил, то что аватарка максимально странная. И у меня даже есть такое ощущение, то что, а вдруг добавят кастомные скины, то что ты можешь делать сам себе персонажа, потому что вот это вот типуля, ну вообще никак не положено стендоффера. У меня реально такое ощущение, что будут кастомные скины, и ты можешь сам себе выбрать персонажа, с которыми ты будешь играть. А что думаете вы? Прямо сейчас напишите в комментариях, я обязательно всё это почитаю. Ну а теперь давайте обо всём более подробно. Как же будет называться новая карта? Ребята, если вы не смотрели трейлер, то я не знаю, кто вы такой, потому что на трейлере уже 1 миллион просмотров. Поэтому новая карта будет называться Бриз. У вас есть вопросик, а будет ли новая коллекция? Ребята, конечно будет. Я вам прямо сейчас покажу значок новой коллекции, вот он. А будут ли новые скины и новые ружки? Конечно будет, ребята. Если вы ещё это не знаете, я вообще не знаю, с какой вы планеты, потому что это уже знает каждый. Ну мало ли вы не знаете, повторяю. Это, ребята, Спас-12. Это новый Дробаш. Это у нас МАК-10, это новая УЗишка. И, скорее всего, разработчики сделают так, что Тег-9 будет за команду Т, а за команду КТ будет вот этот МАК-10. Это очень круто, потому что разработчики делают одинаковое оружие и за ту команду, и за вторую команду. Это очень-очень классно. Ну, помимо всего этого, вы, ребята, просто посмотрите на эти текстуры персонажей. Как они выглядят, дорогие вы мои. Ой-ой-ой-ой. Ребята, просто прожмите за это лайкуси, потому что, не знаю, как вам, но мне новый трейлер максимально сильно понравился. Но самое главное, ребята, это не это. Это вот этот вот новый ножичек. Да, вам не показалось. Это новый ножичек Угри. У меня есть только один вопрос. Он реально очень большой. Я просто не понимаю, как этот огромный нож влезет в руку. Потому что у меня такое ощущение, что он будет бить на 5 метров дальше, чем остальные ножи. Потому что он прям реально вдвое больше. И теперь еще одна очень важная пасхалочка, о которой многие не знают. Ребята, вы все прекрасно помните скин M4 Evil. Так вот, так вот, его разработчики убрали примерно 2 года назад. Но вместо него разработчики добавили AKR Evil. Да, это же просто обалдеть. Этот скин, скорее всего, будет в новой коллекции. В новой коллекции будет называться Breeze Collection. У него будет вот такой вот значок. Вот тут значок видно прям максимально удобно. Вот такие вот будут модельки персонажей. Короче, ребята, все максимально круто. Какая же будет карта? Спросите вы. Сейчас я вам все покажу. Карта будет примерно вот такая вот. Больше нам разработчики ничего не показали. Поэтому дальше, ребята, включается ваше воображение и ваша фантазия. Напишите в комментариях, как вы думаете, какое же именно будет обновление. Да-да-да, вам не показалось. Это лучшая реализация обновления 0.20. Ну что же, давайте смотреть, что же тут поменялось. Сейчас первое, что вижу сразу, это новый сезон. То есть, ребята, обратите внимание. Все по нулям. Калибровка в ММе. Калибровка о союзниках. Все по нулям. Новый голд пасик. Ё-моё. Новый голд пасик. Кто бы мог подумать. Под названием Greek Operation. Вы посмотрите, ребята, на медальку. Как же это красиво. Как же это круто. Я хочу это. Дальше тут у нас будут новости. Вместе друзей. А друзья будут в специальном разделе друзья. Ну, я не знаю, как вам. Но мне лично раньше нравилось, что тут были бы друзья. Чтобы я видел, кто в сети, кто не в сети. Это очень полезно. Ну что же. Давайте смотреть дальше. Потому что мне кажется, дальше будет еще что-то интереснее. Так. Ага. Видим. То есть, тут у нас новости. Тут мы поняли. Заходим, ребята, в раздел статистики. Сезон номер 4. Но кто бы сомневался. Сезон номер 4. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же это круто. Так, ребят. Смотрим, смотрим, смотрим. Вроде бы у нас все по дефолтику. И тут я вижу новый раздел достижения. Обалдеть. То есть, если ты выполняешь определенное задание от разработчиков. Ты получаешь голду. Мать моя женщина. Вот это ништяк. То есть, если ты, например, зайдешь 50 дней подряд в игру. Ты получишь 10 голды. Да, это немного. Но 10 голды для начала это просто пушечка. Дальше есть еще прикольное задание самурай. Если ты 50 раз играешь на карте Сакура, ты получишь... Че? Ты получишь бокс? А шо так мало? Сколько, сколько? Шо так мало? Дальше лучший снайпер. Если ты сделаешь 2 500 кило в голову, ты получишь 30 голды. А вот это, ребята, уже очень-таки неплохо. Дальше мы видим таблицу лидеров. Что же это такое? Вы спросите у меня? Я вам скажу честно. Я сам не знаю. Мне очень интересно посмотреть. Давайте смотреть. То есть, вот общая статистика. Например, на первом месте у нас Фронзис. Я чуть не понял. Че еще за Фронзис на первом месте? Алло, горе, что должен быть? Кент АПК. Поэтому, блядь, следующий раз, что добавил меня в топ-1. МР-2500. МР-2500. Ну, правда, у меня МР поменьше, ребят, но ничего страшного. Потянем, натренируемся, все будет нормально. Это, ребята, общая статистика по миру. На втором месте Сиач. Блин, кстати, я играл против Сиача. Он трындец жесткий тип. На третьем Зайс. На четвертом Инви. Инви тоже очень классно играет. Так, ребят, смотрим дальше. Я вижу обновленный интерфейсик. Да ты что? Что же в нем поменялось? Я вижу, что под названием скину у нас еще добавилось название коллекции. Надо ли это вы спросите у меня? Я скажу честно, ребят, а зачем? А зачем? О, так же добавили новые перчатки. Перчатки НЕУРО? Бля, таких перчаток раньше не было. Отвещаю, ну, баг ли было. Стоп, или были? Да не, не было таких перчаток раньше. Блин, вот это, балдеж. Ну, а прямо сейчас я вам покажу одну очень интересную фишечку. Просто, ну, а что вы тут заметили? Добрый день, нянь. Ну, ну, что? Вы заметили, ребят, то, что появилась новая вкладочка История Цены? Что же это такое? Вы сейчас будете в шагах. Внимательно смотрите. То есть, прямо сейчас мы видим такой миниатюрный график. На котором мы можем видеть, какая цена была, допустим, на 2019 году. Какая цена на 2022 году. И, грубо говоря, понимать то, что АВМ2ЕРС это самый полезный скин в мире. И его надо покупать. Блин, ребята, как же это круто. Вот скоро, мне кажется, скины будут как криптовалюта. Купил кучу скинов. Через 10 лет зашел в игру и стал очень богатым. Но самое интересное то, что... Это, подожди, это показалось. Это сон. Предложить обмен. Вы тоже это видите? Возможность обмена скинами? Что? Я хочу на это посмотреть. Ага. К сожалению, обмена скинами не будет. Но мы можем посмотреть на профиль игрока. И в этом профиле мы, ребята, видим три таких иконки. Что же это такое? Вы сейчас все поймете и видите сами. Это очень полезная штука. Особенно, если вы любите кого-то хвалить. То есть, например, если кто-то написал. Здорово, ну бы, Глима. Можете похвалить за то, что он дружелюбен. И у него будет типа плюс один балл дружелюбен. Например, наставник. Если, ну, такой человек, как НТПК. Который всех всему учит. Учит в жизни, да. Говорит, говорит, то перг, то пыль. То можно его поставить наставником. Или можно выбрать лидера. Ну, например, если кто-то хорошо командует. Ну, это, короче, все про меня. Я и дружелюбен, и наставник, и лидер. Поэтому, ребята, если это ведут. Можете меня и хвалить. И в решет дружелюбный, и так далее. Вы думаете это все? Нет, ребята. Вы очень сильно ошибаетесь. Потому что прямо сейчас я вам кое-что покажу. Да, вам не показалось. Это новая карта Грик. Карта Греция. Вау, вау, вау. Ну, плюс чат, если ты хотел бы на нее зайти. Ну, а прямо сейчас будет вообще пушечка. Это настройки карты. Это нечто нереальное. Что же это такое? Рассказываю. То есть, в кастомном лобби вы сможете настроить те места, в которые можно проходить. И те места, в которые нельзя проходить. Для чего же это делается? Например, если вы на карте раст хотите сыграть дуэль. Оли-а, без меда. Вы просто выбираете сейчас карты. Там, где только А и нет меда. И вы играете с вашим другом дуэль тут на этой карте. Например, если бы я играл на сестовании, я бы выбрал бы Б и Темка. И все. Была бы доступна только эта часть карты. Это очень полезно для дуэлей. Это очень полезно для стримеров. Это очень полезно, наверное, для всех. Поэтому, ребята, плюсик чат. Если вы реально хотели бы, чтобы вы все это, то, что вы только что видели, добавили игру. И обязательно подпишитесь на мой канал, если вы все это поддерживаете. И, конечно, желаю кусик. Ну, а прямо сейчас, ребята, что понимали, разработчики очень активно тестируют новое наваление 020. Насколько активно то, что если вы напишите Axel Bolt в поиске, то, к сожалению, вы их не найдете. Показываю. Я написал Axel Bolt, и кого я вижу? Так, это какой-то фейк. Дальше. Это какой-то фейк. И это какой-то фейк. Но мне очень сильно повезло то, что один из разработчиков мой друг, и он есть у меня в друзьях. И я прямо сейчас, ребята, зайду к нему в профиль, и мы посмотрим, что же делают разработчики прямо сейчас. А разработчики прямо сейчас в игре не отвечают о совпадении. Я ни о чем не договаривался. Посмотрите, вот он настоящий клан разработчиков. Они, скорее всего, прямо сейчас тестируют обновление. Я очень надеюсь, что оно выйдет максимально скоро. Поэтому, ребята, с вас лайк, подписка, если вы ждете обновления точно так же, как и Кент, и пока. Обязательно пишите в комментариях, что же вы ждете больше всего. Напишите вообще ваши впечатления от будущего обновления. С вами был ваш Кентуха. Не забывайте подписываться на мой канал, и на мою телегу там каждый день я разыграю промики. Субтитры сделал DimaTorzok